Дай почитать. Дело в том, что человек движим страстью красоты. Человека притягивает все красивое и симпатичное. Поэтому тяга к красоте и привела человечество в общество потребления. Красота – самоцель. А реклама убеждает, что счастье всегда связано с красотой. Но это обман. Красота и внешнее совершенство – не единственный смысл всего. Нет, это обманный маневр, призванный отвлечь внимание от неизбежной правды жизни, постепенного разрушения и в конечном итоге смерти. Идеал – это молодость, чистота. И идеал не знает целлюлита, седых волос, лишних килограммов и морщин. Поэтому человек, стремясь к идеалу, избавляется от всех признаков, которые напоминают о конечности нашего пути. Мы красим волосы, занимаемся фитнесом, замазываем прыщи, соскабливаем отмершие клетки кожи, выщипываем лишние волоски, используем кремы для омолаживания, а также скрываем наши недостатки одеждой. Мы несовершенны, но одежда позволяет нам притвориться перед другими, что мы являемся самодостаточными людьми. Правду о своем теле все предпочитают скрывать. Всем известно философское изречение Декарта Кагита Эргосум. Мыслю, следовательно, существую. С точки зрения моды это должно звучать так – одеваюсь, следовательно, существую. Нет, дорогие слушатели, все вышесказанное мной не придумано, а прочитано в серьезной и поразительной книге норвежской журналистки, историка моды и тонкого психолога Мари Гринде Арнса. Дресс-код «Голая правда о моде». Она относится к моде как к методу исследования общества, инструменту, позволяющему понять человека, а также как к визуальной форме коммуникации. Ее волнует, что люди стали покупать в два раза больше одежды, чем лет 20 назад. Но человечеству грозят катастрофические природные катаклизмы, которые неизбежно приведут к голоду и смерти. Нужно снизить уровень потребления. Но человечество хочет хорошо выглядеть, и забота о собственном благополучии и инстинкт социального выживания оказываются сильнее рассудка и альтруизма. Мы готовы украшать себя до смерти. Мария Гринде Арнсен в книге рассказывает о том, что такое на самом деле мода, пятая по величине мировая индустрия. Она иллюстрирует свои размышления множеством примеров, взятых из жизни современец. Исследование 2010 года показало, что женщины Великобритании в среднем три года своей жизни проводят за совершением покупок. А в Норвегии выкидывают до 100 тысяч тонн текстильных изделий ежегодно. Да, шоппинг – быстрый способ ощутить счастье. Решение настоящих проблем отнимает много времени и сил. А вот новое платье способно порадовать вас здесь и сейчас. Что ж, дорогие слушатели, выбирайте – или поход в магазин, или чтение дресс-кода Марии Гринде Арнсен. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok